МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Газовое или электрическое теплоснабжение взамен печному или угольному отоплению. Также в большинстве регионов отремонтируют трамвайные пути и троллейбусные сети и закупят более экологичные модели общественного транспорта. Выделенная сумма будет распределена на 2022 и 2023 годы. Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому сироты и детей, оставшихся без попечения родителей, вынужденных ждать положенных квартир, смогут прописывать в администрациях по последнему месту жительства или прописки. Также отмечается, что сегодня больше 200 тысяч детей-сирот ждут получения собственного жилья, и они нигде не прописаны. Уточняется, что инициатива направлена не на решение вопроса с обеспечением сирот жильем, а на решение различных проблем до момента предоставления квартиры. Кроме того, из-за отсутствия постоянного жилья, сироты после выпуска из детского дома не могут оформить регистрацию, что время от времени приводит к штрафам, лишает человека возможности получать положенные льготы, а также может затруднить поиск работы. Стоит отметить, что на очереди за жилплощадью в Забайкальском крае числятся почти 8 тысяч детей-сирот. Выдерживать высокий темп освоения средств на дороге потребовал губернатор Осипов на оперативном совещании накануне. Об этом сообщает Пресс-служба краевого правительства. Речь идет о средствах на ремонт и строительство дорог, в первую очередь в Читинском районе. Нужно четко осознавать, что темпы строительства обязательные условия для того, чтобы претендовать в этом году на дополнительные деньги для ремонта дорог в Читинской агломерации, сказал губернатор. Напомним, расходная часть краевого бюджета в этом году увеличена на 800 миллионов. Большая часть этой суммы, 782 миллиона, пойдет на увеличение Дорожного фонда Края. Кроме того, федеральный центр выделил Забайкалью дополнительно полтора миллиарда рублей на дорожные работы. Организация мероприятий на День города в Чите обошлась городскому бюджету 8 миллионов рублей. Об этом запнюс сообщили в Пресс-службе администрации Читы. Деньги пошли на оформление учреждений, улиц, транспорта и других общественных пространств. Также за счет бюджетных средств организовали концертные площадки, программы на площадках и парках, спортивные и прочие мероприятия. В Пресс-службе администрации города уточнили, что всего на вечерний концерт было потрачено 1,6 млн. Часть организационных расходов взял на себя 9-й Забайкальский международный кинофестиваль. Гонорар тиктокера Хабиба, между тем, назвали коммерческой тайной.